Всем привет! С вами снова школа Диметриус и я тренер по колористике Заряна Семенюк. Вы все работаете на разных красителях и у всех у них разные свойства. Если у вас после окрашивания краевая линия у клиента остается чистой, то данное видео вы можете не досматривать до конца. Это видео для тех, у кого после окрашивания есть необходимость протирать краевую линию специальным средством для стирания краски с кожи. Они трут клиенту, трут, оттирают, тут все покраснело уже, клиенту неприятно, запах у этих жидкостей обычно не очень приятный. Если вы хотите работать чище, то вот вам способ как избежать отпечатывания краевой линии такой читаемой после окрашивания. чтобы этого не было, есть хороший способ. Через 10-15 минут после того, как вы закончили наносить краску на корни, вы берете сухой материал, будь то ватный диск, одноразовое полотенце или сухая салфетка, но в самый момент важен, что материал должен быть сухой. И протираете краевую линию, растушевывая краску на волосы. То есть вы протираете краситель с кожи клиента, заходя на, наверное, один сантиметр по краевой линии. Через 10-15 минут как раз таки краситель уже проник в кортекс волоса. И не надо бояться, что таким образом у вас не прокрасятся вот эти волоски, которые растут по краевой линии. Очень часто мастера переживают, а как же волосочки, они же не прокрасятся у клиента. Вот как раз 10-15 минут краситель уже проник в кортекс и сухим материалом вы не сможете его из кортекса удалить. Вы сможете лишь стереть его с кожи клиента. А надо сиживать свое оставшееся время выдержки. Вы приглашаете клиента в мойку, делаете эмульгирование, естественно, и у вас останется чистая краевая линия и идеально прокрашенные корни по краевой. Обучайтесь, не стойте на месте, развивайтесь. Будьте с Деметриусом!